Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. У жителей промышленного района Самары скоро появится своя Ленинградская. Улицу Старозагора ждет обновление. За новыми друзьями и знаниями в Самаре открылись две дошкольные группы при 78-й школе. Победа в небе. Самарские вертолетчики стали чемпионами всемирных воздушных игр. В пресс-центре городской администрации сегодня было как никогда тесно. Журналисты почти всех самарских и ряда федеральных средств массовой информации собрались здесь на брифинг головы Самары Олега Фурсова. И сегодня я хотел бы сделать заявление. Время для информационного давления выбрано было не случайно. Последние два дня я находился в Оренбурге, где участвовал в съезде мэров городов по Волжии. И мы прорабатывали вопросы развития наших субъектов. И не мог ответить на нападки. Но сегодня ответить просто необходимо. Да, у меня был день рождения. Я на этот день рождения пригласил многих уважаемых людей, мнением которых я дорожу. Среди них были и артисты, которых я знаю и знаком. Это турецкий Михаил Борисович. Это московский адвокат Петр Кучеренко, с которым я дружу 15 лет. Именно Диана Гурская является его женой. Я оплатил все счета самостоятельно. И, наверное, за 20 лет, за 25 лет работы на разных должностях я могу себе это позволить. И готов все платежные документы показать абсолютно. Все, что говорится на эту тему, абсолютно лживо. Все затраты в несколько раз ниже озвученных в прессе и соответствуют моей декларации, соответствуют моим доходам. В последнее время мы видим усиление информационных нападок на мэрию Самары, в частности, на меня. И вместе с тем хочу отметить, что за последний месяц мы нашли очень серьезное нарушение в сфере Департамента потребительского рынка. Мы вскрыли приписки в ремонте многоквартирных жилых домов. Все эти документы переданы в следственные органы. Знаете, что в ноябре был избит до полусмерти заместитель руководителя муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» Виктора Яковенко, которого я пригласил на работу. И понятно, что порядок в этих сферах, которые мы наводим, он наводится в интересах всех горожан. Возможно, кому-то это не нравится. В Оренбурге я обсудил ситуацию с заместителем полномочного представителя президента Олега Владимировича Мельниченко и попросил его провести проверку в отношении фактов, изложенных в публикациях. Я сейчас вместе с юристами оцениваю публикации, которые были на эту тему изданы. И мы рассматриваем возможность подачи исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Я полагаю, что любая проверка должна поставить точку в этом деле. И правда будет очевидна. На этом брифинг завершен. Спасибо. После брифинга рабочий день Олега Фурсова продолжился. Он отправился на улицу Старозагора. Там выездная комиссия обсудила проект реконструкции бульвара. Когда-то гордость промышленного района Старозагора сегодня требует ремонта. Историю улицы насчитывает полвека. А свое название она получила в честь одноименного болгарского города. Как будет выглядеть обновленная улица, расскажет Валерия Макарова. Такой улица Старозагора была в годы своего строительства. А с тех пор прошло уже полвека. Когда я только сюда приехала в 1978 году, здесь вообще вот эти деревья только сажали. Сейчас уже все выросло. И вот на полу на земле вот эти плиты уже успели разрушиться. И все же в памяти старожилов Старозагора осталась красивая улица с высокими фонтанами, мозаикой, цветниками с болгарскими розами. Которые, по словам главы города Олега Фурсова, могут вновь появиться на клумбах. Это одна из идей, как украсить бульвар после его реконструкции. Эскизы проекта сегодня оценили представители районных советов и горожане. Честно говоря, очень рада, что такая реконструкция затеивается. Потому что, ну, сами видите, детей много, да? То есть вот с малышами ходим, гуляем. Гулять вот здесь вообще нереально. Плиты стоят дыбом, коляски не проезжают, дети падают. Пожелание от всех этих местных жителей – площадка, чтобы детская тут была. Потому что где-то в этом районе. Потому что здесь с детьми очень много ходят гулять. Потому что место хорошее. И вот та часть дороги прям превратили в проезжую часть. Вон оттуда уезжать, чтобы это так… Ну, обещали, что это было проще решать. Действительно, проект должен решить сразу несколько проблем. Машинам огородят въезд на бульвар. Для детей поставят площадку. Завершить первый этап реконструкции планируют к маю. К этому времени появится новая плитка, станет больше лавочек для отдыха. Мы надеемся, что улица вернет себе былую величие, былую красоту, былую славу. И у нас появится еще одна такая пешеходная зона. Наряду с набережной, наряду с Ленинградской, наряду с юными пионерами. И особенно это актуально в связи с тем, что район промышленный. Самый крупный район у нас. Здесь большее количество людей проживает. И люди заслужили жить в хороших, нормальных условиях. В районе появится новый символ. Кольцо на проспекте Кирова украсит монумент Илиарка. Его тема – дружба между городами-побратимами Самары и Старозагора. Она же в следующем году станет лейтмотивом многих образовательных проектах в школах города. Обновленный бульвар станет площадкой для празднования Дня Самарского знамени. Фестиваль «Дружба в рамках Дня города». Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. В Самарской городской думе решается, кто возглавит администрации внутригородских районов Самары. Документы от претендентов принимали с 26 ноября по 11 декабря. После индивидуальных собеседований с кандидатами специальные комиссии рекомендовали на должности главы администрации железнодорожного района Елену Лапушкину, советского Владимира Сафронова, ленинского Дмитрия Титова. Главу администрации Октябрьского района предложено назначить Аллу Волчкову, промышленного Владимира Чернышкова, а самарского Максима Харитонова. Заседание комиссии продолжится. 18 декабря уже районные советы депутатов должны принять окончательные решения. «АвтоВАЗ» начал производство нового кроссовера «Лада X-Ray». Немногие производители решаются на такой шаг в период кризиса. Однако «АвтоВАЗ» уложился в сжатые сроки и запустил производство до наступления 2016 года, как и обещал. Первые серийные машины встречал наш корреспондент. В разгар кризиса, в эпоху девальвации рубля и нефти по цене глины, «АвтоВАЗ» дал старт началу производства нового автомобиля. На конвейер завода встала «Лада X-Ray». Производство открыли губернатор Николай Меркушкин и президент «АвтоВАЗа» Бу Инги Андерсон. «Когда выпускается новая модель, это всегда радость, это всегда достижение чего-то нового. Тем более, эта модель, и та, которая была выпущена несколько месяцев назад, это новый уровень «АвтоВАЗа», это новый уровень автомобилей, которые абсолютно не отличаются от тех, которые производятся в других странах и которые, я уверен, будут продаваться не только у нас в России, в том числе X-Ray, но будет и продаваться за рубежом». Через пару минут мы стартуем производство «Лада X-Ray». С «Лада X-Ray», с «Лада Веста» мы воссоздаем российскую автомобильную индустрию здесь, в Тольятти. И мы меняем восприятие «АвтоВАЗа» и «Лады». «Лада X-Ray» собирается на том же конвейере, что и семейство «Гранта Калина». Сварка кузовов происходит на импортной автоматизированной линии. Модель оснащается японской коробкой передач и двигателем с алюминиевым блоком цилиндров, который изготавливается в Тольятти на вазовской линии производства двигателей. Комплектующие для «Лады X-Ray» на 50% российского производства, через год локализация составит 75%. Локализованы самые важные узлы и агрегаты, а импортируются лишь второстепенные комплектующие. Машина имеет передний привод и увеличенный дорожный просвет, а вот полный привод пока не предусмотрен. Он появится только в модели X-Ray Cross, о которой пока почти ничего не известно. Также ничего не известно и о предполагаемой цене новинки. Аналитики рынка склоняются к цене от 555 тысяч рублей, но в нестабильное время цена может сильно измениться. Сегодняшний запуск «Лады X-Ray» – фактически новый шаг в развитии «АвтоВАЗа». Завод не только запустил новинку в кризис, но и уложился в сроки выпуска. Вслед за этой машиной последуют другие модификации, включая полноприводную, а также другие принципиально новые модели. Между тем, кризис в автомобильной отрасли продолжает бушевать. Практически все бренды, представленные в России, показывают отрицательную динамику продаж. Сам «АвтоВАЗ» просел на 30% за последние 11 месяцев. Некий ажиотаж на рынке вызвала новая «Лада Веста», но ее продажи пока слишком малы. Все из-за того, что пока в продаже имеются только дорогие комплектации, а базовые версии пока в салоны не поставляются. Из-за низких продаж «АвтоВАЗ» вынужден увольнять сотрудников и закрывать смежные производства. Что касается модели «Х-Ray», то ее продажи начнутся в конце января – начале февраля 2016 года. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События. Самарские вертолетчики стали чемпионами всемирных воздушных игр, которые проходили в Дубае. Они проводятся раз в четыре года. Их называют воздушными олимпийскими играми. Заслуженные мастера спорта из Самары Николай Буров и Александр Жуперин, оба двукратные чемпионы мира, уверенно выступили в двух дисциплинах – вертолетный слалом и развозка грузов. По результатам состязаний самарская команда заняла первое место. На втором месте экипаж из Польши, на третьем – представители Австрии. Ракета-носитель «Союз ФГ» производства самарского завода «Прогресс» успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз ТМА-19Е». «Союз» стартовал с космодрома Байконур. Корабль доставит на МКС и новый экипаж в составе Юрия Маленченко, Роскосмос, Тимоти Копра НАСА, а также Тимоти Пика, Европейское космическое агентство. На МКС экипажу предстоит работа с новыми транспортными грузовыми кораблями «Прогресс». Кроме того, экипаж выполнит один выход в открытый космос по российской программе, а также примет американские грузовые корабли и выполнит работы по дооснащению российского и американского сегментов МКС. Применять теорию на практике в Самаре прошел четвертый городской форум советов многоквартирных домов. Такие встречи очень важны. Председатели домовых советов получают много нужной информации, которая позволяет им решать проблемы домов. К примеру, в этот раз речь шла о том, как лишить лицензию управляющую компанию, если она не выполняет своих обязательств перед собственниками. Слово Марианне Мирной. Разбираться в строительных и отделочных материалах – дело совсем не женское. Но многим женщинам, возглавившим Советом многоквартирных домов, пришлось учиться. Зинаида Ващенко контролирует все работы, проводимые в ее доме. Строители без присмотра делали отливы на подъездах. Теперь председатель МКД пишет претензию, чтобы горе-работники исправили ошибки. Постоянные ветра. А как были закреплены, это вообще ужас одет. Просто накрыли, не согнули, а взяли, пробили и гвоздями прибили к пропетам. Это ведь не дело. И правильно, ветер сильный, и они полетели, согнулись, порвались, мотаются. На форуме поднимаются актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Один из наболевших – плата за общедомовые нужды. В прошлом году управляющие компании переложили эту ношу на плечи собственников жилья. Борьба продолжается уже полтора года. Но проблема должна решиться в скором времени. Уже есть решение судов. Я думаю, в ближайшее время все они будут заключать договоры, и на собственников будет начисление уже производиться, как положено, по закону. Тем более, что с апреля месяца планируется общедомовые нужды ввести в строку содержания по нормативам, которые сейчас приняты приказом Министерства энергетики и ЖКХ. Очередной камень преткновения – взноса за капитальный ремонт. Тысячи людей не хотят за него платить. Не верят, что деньги будут направлены на реальные проблемы дома. Региональный оператор учел тревогу собственников. В этом году там созданы усиленные отделы по работе с населением. Закреплены технические специалисты заведениями капитального ремонта в домах. Организовываются встречи. Встречи и дискуссии между ресурсными организациями, управляющими компаниями и председателями многоквартирных домов продолжатся. Совместная работа приводит к более эффективному решению проблем в жилищно-коммунальной сфере. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. За минувшие сутки в Самаре выпало почти 7 мм снега. Но осадки коммунальные службы врасплохо не застали. На полигоны уже вывезли около 200 тонн снега. Чистят не только центральные улицы, но и территории возле школ и детских садов. Не обходят вниманием и дворы. За уборкой города наблюдала Лариса Шалафаст. Снег с проезжей части спецтехнику убирает начисто. Там, где трактор не пройдет, помогают дворники. Чтобы на очищенных участках не образовалась наледь, их сразу посыпают противогололедным реагентом. Очищенный снег складируется в приладковой части уличной дорожной сети. И, соответственно, потом в ночное время, учитывая снижение интенсивности дорожного движения, выводится специализированная техника на полигоны. Работа кипит и во дворах. Дворники на посту с пяти утра. Убрать снег, прочистить дорожки, спешат до того, как самарцы отправятся на работу. Но не везде есть возможность навести порядок. Мешают припаркованные машины. Машины, конечно, мешают. Сейчас бы можно было получше дорогу расчистить. Но, как правило, во всех дворах машины стоят. Поэтому иногда вообще в одну колею приходится чистить, а остальное вручную. К уборке города подходят комплексно. Чистят не только центральные улицы и дворы. Особое внимание территориям возле школ и детских садов. В этом году по поручению главы города Олега Фурсова для уборки этих участков закупили специальные снегоотбрасыватели. С их помощью убрать снег можно намного быстрее. Главное, куда акценты начали заострять внимание, это остановки, это тротуары действительно, это въезды там, где невозможность к социальным объектам, детские сады, школы. Вы, наверное, уже видели, работа вот той малой механизации, которая была приобретена летом для работы в детских садах и школах, она тоже самое срабатывает. За сутки с территории города вывезли почти 200 тонн снега. По прогнозам синоптиков, снегопад в Самаре продлится еще несколько дней. Поэтому темпы работы по уборке снега снижать не будут. Лариса Шалафаста, Дмитрий Мешканцов, События. Самую лучшую школу выберут в Самаре. Стартовал очный этап городского конкурса образовательных учреждений. За звание лучшей борются 10 школ. Конкурс проводится в десятый раз, и каждый год меняются номинации. В этом году их 8. Школа активного гражданина, школа патриотического воспитания, индивидуальный стиль и нестандартный подход и другие. Сегодня лауреаты представляют презентацию инновационного опыта. Жюри оценит оригинальность, глубину и системность работы, а также практическую значимость педагогических идей. По итогам очного этапа объявят абсолютного победителя, а также победителей в номинации их. Оказаться победителем, участником конкурса там, где все тебя знают, где эту школу видят родители, где мимо нее ходят жители, куда заходят дети, и соотнести то, что ты говоришь, то, что ты пытаешься представить, с тем, что есть на самом деле, это, наверное, очень важно. За новыми друзьями и знаниями полсотни самарских малышей пошли в детский сад. В Самаре открылись две дошкольные группы при школе номер 78. Это новый метод создания дополнительных детсадовских мест. Подробности расскажет Марина Матвейшина. Пока девочки прихорашиваются, юный атлет испытывает детсадовский спортинвентарь. Дома такого нет. Будущие воспитанники дошкольных групп, открытых при 78-й школе, знакомятся с местными игрушками друг с другом. Родители радуются появившейся возможности отдать ребенка в детский сад. Мы стояли в другой садик, но очередь не подошла, когда нам исполнилось три годика. На работу, понимаете, надо выйти. И здесь открылся садик такой замечательный при школе. Потом пойдем в эту школу. Здесь школа искусств есть замечательная. В общем, мы очень рады. И ребенок тоже ждет вот этого открытия, ждал, чтобы поскорее пойти с детками, потому что дома скучно ему. Две группы на 54 человека ждут своих воспитанников. Кроме обычных игровых и спальных, есть сенсорная комната или комната релаксом, где каждые вещи, сама атмосфера, способствуют развитию и расслаблению ребенка. Группа находится в здании работающей школы. Но ни звонки, ни гул перемен не смогут нарушить тихий час малышей. Отдельное крыло. Здесь нет никаких ни звонков. Группы изолированы полностью. И никакого общения с детьми, которые учатся в школе, дети не имеют. В этом году в Самаре создано порядка 2200 мест в детских садах. Это стало возможным за счет строительства новых садов, открытия групп в уже существующих, и новая практика дошкольной группы при школах и центрах дополнительного образования. У нас сегодня очередность детских садов ликвидированы. В актуальной очереди у нас находится ноль человек. Но, конечно, это не означает, что потребностей нет. Есть районы, где очень много детей, которые уже к трем годам подбираются, так скажем, и с января, с февраля месяца нам надо будет и их тоже, для них тоже находить места в детском саду. Но все равно в целом вот эта острая проблема, она уже, конечно, на сегодняшний день решена. До конца года в Самаре откроются еще две дошкольные группы в центре дополнительного образования «Крылатый». А в следующем году своей дверью распахнут три детских сада. Сейчас они находятся на реконструкции. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Самарские полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании аэропорта Курумыч. Звонок поступил сегодня в 5 часов утра. Неизвестный утверждал, что кто-то хочет взорвать аэропорт. Из-за угрозы взрыва из здания эвакуировали 500 человек. Сотрудники ОМОНа обследовали территорию. Взрывных устройств обнаружено не было. В седьмом часу утра работа аэропорта была восстановлена. Личность звонившего установили в течение часа. Им оказался ранее судимый житель Самары. Штраф предусмотрен по указанной статье до 1 миллиона рублей. Достаточно весомая сумма для простого гражданина. И также предусматривается лишение свободы до 5 лет. Юных журналистов наградили дипломами. Подведены итоги конкурса школьных самодеятельных изданий. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Доме журналистов. Всего на конкурс было отправлено 64 заявки. Это и школьные газеты, и альманахи, и журналы, сайты, и даже одна книга. Речь в них идет о школьной жизни учителях и учениках. Среди участников самодеятельные издания из 5 городов и 16 районов губернии. По мнению жюри, статьи в газете необычные, интересные и написаны хорошо. Многие ребята сейчас корреспонденты маленьких изданий. Мечтают о большой карьере и своем месте в журналистике. Журналист – это не просто профессия. Это профессия, ты узнаешь что-то новое, что-то новое постоянно. Спрашиваешь, смотришь, как человек ведет тебя, описываешь это. Когда они в заявках писали, кто читает, то, конечно, писали родители. И когда это все дома обсуждается, это готовится, это очень хорошо, это скрепляет семью, это воспитывает ребенка. С этой точки зрения, это как образовательный, воспитательный, коммуникативный процесс, очень важные вот эти вещи. А теперь коротко о других темах дня. В Кировском районе часть домов на день отключат от водоснабжения. Самарские коммунальные системы обещают дать воду ближе к вечеру. Речь идет о домах на улице Черемшанская, проспект Карла Маркса, на улице Алма-Атинская, а также в школе номер 38. Будут отключены от водоснабжения и некоторые дома в поселке Мехзавод. В Самаре директор управляющей компании оштрафовали за то, что он оставил без ответа обращение жителя. Прокурорская проверка показала. Заявление по вопросу содержания многоквартирного дома поступило в управляющую компанию 24 августа. Однако ответ, который по закону должен быть направлен в 30-дневный срок, жителям так и не дали. Теперь директору управляющей компании придется заплатить за невнимательность штраф 5000 рублей. На кольце проспект Кирово-Московское шоссе перекроет одну полосу. В январе после демонтажа памятника Л-2 подрядчик реконструкции Московского шоссе начнет строительство тоннеля. Схема движения на период работ сейчас находится на согласовании в ГИБДД. 17 декабря в Самарской области начнется проект «Школьный гольф». Пять комплектов для игры бесплатно получат школы региона. Проект запустила Ассоциация гольфа России при поддержке Олимпийского резерва. Основная задача школы гольфа – научить ребят техники игры и сделать этот вид спорта популярным. В ближайшие выходные в области будет снежно. По прогнозам гидромедцентра сегодня весь день будет идти снег. Температура воздуха опустится до отметки минус 6 градусов. В четверг и пятницу станет еще холоднее. Столбики термометра покажут минус 12, а ночью минус 16 градусов. На дорогах появится гололедица. Водителям автомобилей и пешеходам рекомендуют быть осторожнее. А теперь к новостям спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тренер «Самарского ЦСК ВВС» ушел работать в Тольяттинскую ладью. Тольяттинский пловец – участник летней паралимпиады. В Осинках прошли всероссийские соревнования по боксу. В поселке Осинки Безинчукского района прошли всероссийские соревнования по боксу. На ринг вышли более сотни спортсменов от 18 до 40 лет. Три самарца стали чемпионами в легком весе Ван Мельник и Алексей Шишунов среди тяжей золота у Александра Агеева. Сергей Сухарев поедет на летнюю паралимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Путевку пловец выиграл на Кубке страны. Он завоевал два золота на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также стал бронзовым призером на 100 метровке на спине. Кроме этого, Сухарев в июле этого года выиграл чемпионат мира на турнире в Шотландии. Владимир Шиханов сменил место работы главный тренер ЦСК ВВС. Теперь занимает эту должность в Тольяттинской ладье. Свято место пусто не бывает. Руководить скамейкой запасных военных летчиков назначен Сергей Сошников. До этого он был вице-президентом клуба. Помогать ему будет Дмитрий Романов из команды «Белые тигры» Оренбург, Юрий Мордвинцев и Алексей Шарниин остались в структуре клуба. А Павел Десятков отказался от сотрудничества. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Как скажется экономическая ситуация в мире на положении региона? И чем помогут Самаре районные советы? Сегодня в эфире программа «Город ЭС». Заместитель председателя общественной палаты Константин Титов. Смотрите в 20.30. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самары Киз» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android iOS. Всего вам доброго. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!